Пандемия внесла свои коррективы в спортивный календарь местных бойцов. Неоднократный чемпион Красноярского края и серебряный призер чемпионата Сибири Александр Денисенко после перерыва практически в полгода готовится к серьезным соревнованиям. Уже в ноябре парень отправится в Екатеринбург завоевывать Кубок России. Сейчас он с большим упорством готовится к соревнованиям федерального масштаба. А буквально недавно его товарищ по Канской сборной вернулся со всероссийских соревнований. Чемпион края и чемпион Сибири Артем Коваленко, к сожалению, не сумел завоевать в медаль. Но тренер рассказывает, что соперник был серьезный. В поединке нашему спортсмену предстояло встретиться с мастером спорта международного класса и многократным чемпионом страны. В первом бою мне попался мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России. Всем я отработал все три раунда, но по решению судьи я проиграл. Ну, конечно, было очень грустно, что сразу первый бой я сразу вышел на очень серьезного соперника. Не дали не продышаться, не побоксировать. Было обидно за зеребьевку. А то, что я боксировался с опытным соперником, для меня только в плюс, намного увереннее стал морально. Артем был в шаге от победы. Ведь все три раунда кикбоксер отработал достойно, но из-за разногласий судьи он отдал победу сопернику из Иркутска. Проигрыш взбодрил парня, а борьба с опытным бойцом прибавила еще больше уверенности. На подобные соревнования воспитанники Федерации кикбоксинга ездят часто. Да и есть чем похвастаться. Достижений ведь много. Мы стабильно выезжаем на чемпионаты края, на чемпионаты памяти первого президента Федерации кикбоксинга Красноярского края Александра Ивановича Сотца. Выезжаем на чемпионаты и кубки Сибири, Сибирского федерального округа. У нас в активе четыре выезда на чемпионат России и один раз мы даже добрались до Кубка мира в Анапе. Кикбоксинг в Канске развивают уже более пяти лет. В секцию ходят свыше 30 ребят и в том числе девочки. Нужно отметить, что кикбоксинг не является олимпийским видом спорта и нет никакого финансирования. А это значит, что руководители своими силами и с помощью спонсоров отправляют воспитанников на соревнования.